Приветствую вас на своем канале. Хочу сегодня показать такую быструю собиралку со мной и какие-то новинки. Итак, буду использовать базу от Chanel. Это у меня новинка Le Blanc. Очень давно ее хотела попробовать. Просто обалденная база. Как видите, она немножечко с каким-то фиолетовым таким подтоном и просто с невероятным запахом. Запах какой-то абрикоски. Так же, как у тона Le Beige от Chanel. Также использую этот тон. У меня он в оттеночке BD31. Тоже обожаю этот тон. Он больше подойдет для сухой и для комбинированной кожи. Для очень жирной, конечно же, нет. Но он просто обалденно подсвечивает. Дает легкое, ближе к среднему покрытие. Очень мне нравится этот тон. Кто еще не пробовал, обязательно попробуйте, если у вас есть возможность. Очень его прям рекомендую. Посмотрите, как светится кожа после этого тона. Я просто влюбилась. И вообще, я обожаю вот эти вот запахи от Chanel. Именно от линейки Le Beige. И, как я сказала, база тоже так же пахнет. Дальше буду использовать новенький консилер от House Labs. У меня он в 13 оттенке. Конечно же, немножечко, сейчас он не темноватый. На лето будет как раз. Но я бы, конечно, сейчас бы хотела немножко посветлее. Этот консилер средней плотности. Более как матовый финиш. Смотрится тоже довольно-таки, естественно, под глазками. Никуда не скатывается, не забивается. Понравился мне тоже этот консилер. Так же, как и тон. То, мне тоже этот очень-очень обожаю. И консилер, это, конечно же, новинка. Как вы видели, я получила много-много новых консилеров. Я все тестирую. Обязательно-обязательно тоже покажу в каком-то отдельном видео про все свои новенькие консилеры. Дальше буду использовать более светлый оттенок консилера от Valentina. Это тоже у меня новый оттенок. LN2. У меня уже есть четвертый оттенок. И я взяла немножечко посветлее, потому что он именно суперски просто работает для высветления, для подсвечивания. Очень легкая текстура. И он подойдет больше либо для тех, у кого вообще нет никаких проблем под глазками. Какие-то темные круги он, конечно же, не прикроет. Но он круто работает именно для высветления. Тоже очень его рекомендую. Дальше буду использовать такой гелевый корректор от KVD. У меня уже есть несколько оттенков. Этот у меня новенький, так как светлый оттенок. У меня более темные оттенки. Я приобрела еще более светлый оттенок. Обожаю тоже этот гелевый корректор. Он очень легко тушуется. Легкая такая водянистая текстура. Красиво лежит. Вообще тоже очень его рекомендую. Несмотря на то, что мне, например, румяна вообще не понравились с этой линейки. Также гелевая, то контур просто-просто обожаю. У меня уже их 4 оттенка. И всем-всем его рекомендую. Вообще очень классная текстура. Дальше буду использовать новенькие румяшки. Такие кремовые румяна. И еще они как для губ, да. То есть для губ и для щек. Это новинка прошлого года от Валентина. У меня это в 110 оттенке. Тоже мне очень понравилась эта текстура. Он, если сравнить его с Rare Beauty, то немножечко гуще. То есть Rare Beauty, она такая более жижая сама текстура. Но, тем не менее, тоже, посмотрите, есть подсвечивающий эффект. Очень красиво смотрится. Также его можно использовать как матовую помаду для губ. В принципе, он так и заявлен для губ и для щек. Пудрочка от L'Ora Mercier. Это новая пудра Ultra Blur называется. Она еще тоньше-тоньше дает покрытие, чем стандартная их транспарантная пудра. Это тоже транспарантный оттенок. Называется Translucent Honey. Но, в принципе, она вообще тоже без цвета. Еще более тонкое покрытие. Очень хорошо тоже подойдет именно под глазки для закрепления консилера. Тоже мне понравилась. И, опять же, она немножечко блюрит именно поры. Присмотритесь тоже к этой пудре. Это тоже новинка, по-моему, прошлого года. Я взяла в мини-версии, потому что большой версии мне не нужно. Я просто хотела как-то попробовать. Дальше буду использовать от Kossas. У меня уже есть такая же пудра, но в более светлом оттенке и в мини-версии. Мне она настолько понравилась, что я взяла себе более темную версию. Уже была на размерке, но немножечко я с цветом прогадала. Потому что сейчас у меня немножко темноватый. Это оттенок Medium. Надо было мне брать Light to Medium. Немножечко посветлее оттенок. Но он как раз мне на лето тоже будет хорошо. Использую свою самую любимую базу по тени в последнее время. Это Tom Ford. Она дает очень такое легкое покрытие. Хорошо держит тени. Вообще просто невесомо. И хорошо подойдет тоже для возрастных век. Дальше я оформляю бровки. Это уже старичок в моей коллекции. От Shiseido. Я думаю, что сейчас уже их нет. Вот этих вот тенюшек для бровей. Но может быть что-то Shiseido опять же выпустит новенькое, интересное. Но вот эти тени со старой коллекции я просто обожаю. И сам оттенок на Blonde. Дальше буду использовать скульптор новенький от Make Up For Ever. Кисточка от Nars. Это как бы мини-версия. Ну дорожная версия. Но сама кисточка такая же. Только ручка чуть-чуть короче. Смотрите, оттенок какой красивый. Именно скульптурирующий. Немножечко с таким сероватым подтоном. Именно как скульптор. Не как бронзер. Очень мне тоже понравилась эта текстура. Это у меня уже второй оттенок. У меня первый 410 и это 430. Дальше буду пробовать новенький бронзер от Lady Gaga. Это у меня новый оттенок 6. У меня перед этим был пятый оттенок, который вообще пришел мне разбитый. Я его как бы склеивала. Как обычно все склеивают сухие текстуры. Этот пришел нормальный, как бы не битый. Тоже обожаю эту текстуру. Очень похожа, кстати, текстура чем-то на румяную от Валентину. И буду использовать румяную от Валентину в самом продаваемом, мне кажется, оттенке. Это четвертый оттенок. Я его сама еле-еле вообще выловила. Он постоянно распродан. Вот очень красивый такой бежево-розово-нюдовый оттенок. Мне кажется, вообще тоже не зря популярный. Не зря он раскуплен постоянно. Потому что он подойдет очень многим оттенкам кожи и очень многим понравится. Там нету какого-то явного розового или рыжего. Он просто натуральный оттеночек. Дальше. У меня появились новые хайлайтеры от Make Up For Ever. У меня уже есть такой в светлом оттенке. Их всего лишь два оттенка. Смотрите, какое сияние красиво дает. Это в оттенке Gold. И первый оттенок там более такой светло-розовый. Тоже обожаю его. Но этот больше подойдет именно под загар. Более как бы среднего оттенка кожи. Но смотрите, какой красивый-красивый блеск. Он вообще тоже не дает никаких там блесточек. Очень красивое сияние. Дальше буду пробовать палеточку от House Labs. Это я взяла именно в теплой версии. Очень красивая-красивая палетка. Именно в теплой версии. Ну, вторая тоже красивая. Но та более прохладная. Здесь получается все три матовых оттенка. Они формулей Cream to Powder. Вот кто не любит такую формулу, то, конечно же, вам она может быть не понравится. Но шиммеры просто тоже формули. Как будто бы немножечко кремовые. Очень красиво прям светится. Разноцветными искорками вообще. Мне прям шиммеры больше всего понравились. Но, в принципе, вот эти вот матовые тени тоже похожи чем-то. Они по текстуре на такие же Cream to Powder. Тени от Charlotte. Я не знаю, почему-то на американском YouTube эти палетки вообще почему-то захаяли, что они плохого качества. Но я бы так не сказала. Вот, конечно же, холодная. Мне чуть меньше понравилась. Но просто чисто из-за оттенка. Но качество тоже такое же хорошее. И можно это наслаивать. Можно легко наносить. Вот я использую сейчас такие синтетические кисточки. Это от Real Techniques. Нюдовая коллекция. Это новый наборчик. Дальше буду использовать у меня новенький карандаш. Кот Марио появился. Это гелевый карандаш. Который тоже хорошо-хорошо держится. То есть, именно он стойкий. На слизистой. То есть, не похож на карандаши. Вот Victoria Beckham. Он застывает. И тоже никуда-никуда не двигается. У меня он в оттенке Perfect Brown. Он там один, по-моему, такой коричневый оттенок. Сразу он хорошо тушуется. Но застывает. И вообще никуда не двигается. Дальше закрепляет все темными коричневыми тенями. Не знаю, как по мне. То эта палетка... Вот кто любит, опять же, теплые оттенки. Очень-очень хорошо подойдет. Под голубые глазки. Под зеленые глазки. И хорошо продумано. Да, есть светлый оттенок. Можно использовать его так же просто на все века. Сделать как матовый макияж. Есть средний оттенок. Немножечко такой он дружеватый. И есть темно-коричневый оттенок. Для углубления внешнего уголочка. Либо для стрелочки тоже хорошо. Эти тени будут работать. Вот. Хорошо тушуются. Ну, лучше всего, конечно, эта текстура тушуется именно синтетическими кистями. Либо можно пальчиками также их наносить, если вы хотите просто на подвижные века нанести. Дальше я еще усиливаю внешний уголочек. Делаю свою самую любимую форму, которая подходит мне. Но вы, конечно же, можете использовать любые тени в той форме, которая нравится вам. Либо как стрелочку просто, либо, не знаю, затемнить полностью весь глазик, да, сделать как смоки. Либо как акцентом где-то немножечко усилить цвет, да. Дальше я наношу именно карандашик сверху у ресничного края. И растушую, кстати, кисточка такая смешная. В этом карандаше похоже на кисточки, которые идут для губ. Но, тем не менее, кстати, хорошо она работает. Так, самый светлый оттенок, вообще он очень красивый, такой как белесый, но с разноцветными розовыми, золотистыми, там, то есть разноцветные блесточки. Я его наношу просто у внутреннего уголочка. И вот смотрите, еще какой красивенный дохромный оттенок. Вообще они все дохромные, вот эти вот блестящие. Вот, и, как вы видите, светлый оттенок, он чуть-чуть более такой прозрачный. Вот я вам сделала свочи показать. Вот те, которые более темные, они прям насыщенные, такие более пигментированные, а тот как бы полупрозрачный. Вот, очень классная текстура. Она такая кремовая. Вообще, конечно же, она лучше всего работает пальчиками. Вот, потому что кисточка эта и плохо будет набираться, ну, либо, опять же, синтетическими плоскими кистями. Я немножко усиливаю, тоже беру мизинчиком, да, и усиливаю именно внутренний уголочек глаза. Дальше я взяла маленькую тоже синтетическую кисточку. Хочу чуть-чуть его вниз нанести. В общем, мне эта палетка прям очень и очень понравилась. Я уже тоже несколько раз носила. Она прям такая праздничная, красивая и очень легко с ней работать. Моя любимая тушь в последнее время оттет Пэт Маград. У меня эта миниатюрка тоже делает просто обалденные большие ресницы. Вот, посмотрите, я обычно не показываю в видео, как я наношу тушь, чтобы не тратить время просто так. Вот, но здесь я решила показать, вот, как мои вообще никакущие ресницы эта тушь прям удлинила. И вообще, очень достойная, хорошая тушь. Карандашик от Charlotte Tilbury, новенький, Icon Baby. Я наношу как контур. Очень красивый оттенок. Это мой любимый второй карандаш после пилота. Пилоток чуть-чуть более прохладнее. А этот чуть-чуть в теплинку, но тоже подходит под многие помады. Потому что сейчас я буду даже использовать вообще другую помаду. Вот, это новенькая помада от Shiseido в гелевой текстуре. У меня два оттенка новых появилось. Это 402. Такой очень красивый, нюндово-розовый оттенок. Вот, еще один тоже у меня есть оттенок. Чуть-чуть более потеплее. Уже покажу вам в каких-то следующих видео. Смотрите, то есть, как она красиво блестит. Как блеск помада. Тоже обалденная. Вот такой вот образ у меня сегодня получился. Надеюсь, вам сегодня было со мной интересно. Быстренько-быстренько собраться со мной. И всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующих видео. Всем пока!